такое немножко пасмурное субботнее утро в киеве кажется вот 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 пойдет дождик а потом смотрю нет такие просматривается голубое небо утро такое тихое спокойное и как всегда отлично пахнет черемуха всем огромный привет ну а я как всегда иду к марьяне хоть и суббота но у нас выходной только воскресенье субботу мы еще кормят людей еще одна черемуха я посмотрела иду немножко раньше у меня еще есть полчасика хочу с вами поговорить вчера я себя накрутила а потом раскрутила рассказывай все по порядку пару дней назад я вам рассказывала что у нас были беженцы с мариуполя и вчера сказала что они не пришли их уже расселили и вот знаете нахлынула это все дело я задумалась знаете над и да кстати вчера еще приходила женщина тоже она первый раз она так стеснялась марианна это выйди как-то она так смущается поговори что женщина хочет мало ли я вышла говорю здравствуйте что вы хотели я бы хотела поесть но я с донецком какая разница она нет 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 разницы это я живу тут с мамой мама у меня лежачая а женщине ну женщина так на лет шесть может быть меня старше по возрасту ары чего вы так говорю ну вам две порции она говорит ну если можно я чего вы так говорю нормально говорите все хорошо она это мне стыдно я за что вам стыдно она говорит она так заплакал ну не заплакала как бы прослезилась я рука давно вы в киеве она от нот как первая волна была эвакуации я вернулась я как бы в донецкой области жили а над нет мы жили в самом донецке и была возможность выехать оттуда потому что уже терпеть это я все не могла с мамой говорит и мы как-то ехали перевозчики через россию ну потом беларусь потом из окна увидела немного европы и потом мы въехали в украину если раньше это было там допустим если не ошибаюсь она сказала восемь часов то в этот раз мы ехали что-то больше 36 час около 40 часов дорога была тяжелая так перестаньте она то если бы мы не молчали если бы мы не молчали и так все давайте мы об этом не будем я зашла от марья не так рассказал что женщина с донецка так-то и так-то вот мы положили там на четыре порции ей пусть побольше чтобы было ком в горле просто я бы на шоу марья на тань-тань подожди так они женщину и дает такие классные консервированные импортные груши они очень вкусные да и пусть полакомиться я и догоняю даю она смотрит это же так дорого смачного вам а и она дякую я короче себя как-то так и накрутила я понимаю что той жизни которая была до войны возможно уже не будет нужно что-то перестраиваться стала вспоминать сколько раз мы с владиком начинали все с чистого листа думаю и в этот раз начнем и куча вся жизнь как-то пошла знаете как кинопленка в памяти вот а потом думаю нет закончится война ничего не в плане не изменится все будет хорошо что я имела ввиду с чистого листа мы много раз начинали мы с ладиком как поженились он работал на автомобильном заводе в снабжении потом его повысили потом еще раз повысили и он стал работать зам директора так он проработал больше 13 лет потом завод кто-то там выкупил что-то там такая фигня все началась все как обычно он уволился и знаете когда ты привык работать вот вот так а потом ты перестраиваешься и пытался себя в чем-то найти нашел как бы уже была своя база клиентов стал работать сам на себя потом болезнь с глазами выбила на несколько лет тоже с этого когда вернулся в тот тонус что может работать уже все утеряно давай заново и опять набивать базу начинать работать и набивать клиентов и думаю но мы уже столько раз начинались из чистого листа поэтому не в этот раз начнем ничего страшного нам не провокать а потом думаю а может быть и не будет так может быть будет по-другому а потом думать таня все хватит себя накручивать короче накрутила себя а потом раскрутила ху-ху о класса люди на пробежке а чё накрутила то раскрутить почему начала себя накручивать а потому что ну мы не заметили как прошел март как заканчивается апрель и ты понимаешь все это время никакой работы и действительно теряется вот какая-то база что-то это а потом думаю нет все таня все будет хорошо не ну иногда же нужно чуть-чуть подумать наперед а с другой стороны чем не знаю вчера запуталась распуталась сегодня все в порядке и расцветает мои любимые цветочки тоже класс уже и солнышко вышло а я думала возвращался за зонтиком или нет потому что пару раз что-то на лоб такие капнула но не птичка нет а если бы и птичка это хорошо это к деньгам зашла в новую стут бананы почти по 50 гривен яблочки по 16 капуста капуста 24 бурячок почти 5 морковка 22 и картошка по 3 гривны ну как-то так иду думаю что мне надо понимаю мне ничего не надо но молочки полно продуктов полно женщина говорит а конфеты рошеновские она говорит да нет подожди я на инши поменяю у нас люди от рошен отказываются на секундочку макарошки по 17 по 18 почти гривен так ладно мне ничего не надо это о игрушки мягкие ждун так мои хорошие пишем в комментариях у кого какой ждун у нас наверное у всех один ждун ну тут масло чумак по 68 а вот от щедрый дар по 62 и ради вот этой вот фразы про рошен стоило таки зайти в голос можно сказать эта фраза сделала сегодняшний мой день я уже на месте марьяна первое а я чуть раньше пришла хочу ответить на вопрос Талься у меня спрашивала по поводу тех таблеток которые я сейчас пью значит как мне от них во первых мы все разные по разному нам может это все дело подходить я буду говорить только за себя я не жалею что я их купила там 3-4 таблетки в день нужно пить за сутки я пью 2 утром и вечером мне достаточно какие изменения я почувствовала первое у меня вот помните я говорила как меня все трясет у меня вот это вот сейчас прошло первое второе какую-то такую информацию я ее конечно же воспринимаю но у меня нету вот это вот сжатость есть но на процентов 80 ее гораздо меньше ну я считаю что это следствие таблеток ну все ж таки знаете это все лучше по назначению врача я так на обум купила потому что я вообще с таблетками слава богу не дружу мне не приходилось поэтому зашла в аптеку то что мне посоветовали я так взяла не подумал не подумавши и они мне слава богу подошли если бы я чувствовала что у меня что-то не так то какие противопоказания что у меня побочки у меня нет никакой побочки от них хотя если бы я пила по инструкции так как положено 3-4 таблетки в сутки может быть у меня была бы какая-то побочка а так все нормально не подошли нарциссы классные вот смотрите простой цветок насколько красоты а я сейчас хочу показать вот там вот стоят груши которые вот мы даем именно беженцам именно вот они даже распакованы тем кому вот реально нужны ну вот они на кухне вот так вот кто с маленькими детками приходит у Марьяны там уже шусь кипыть кто с маленькими детками приходит кому витаминка ну как бы вот как-то так как-то так я как смог а там уже вышли люди которые работники кухни приготовили нам чебуреки очень вкусно такие мини чебуреки открывается уже ресторан но людям все равно выдают есть и в то же время открывается ресторан вкусно мучить я сейчас вот и до от марьяны уже у нас закончилась как бы все все пораздавали знаете что хочу сказать вот эту там люди навстречу и все многие говорят на русском языке и никакой такой проблемы вообще нет надуманная проблема о яблоня расцветает класс вот поэтому то что там вот мне там были писали недавно вообще проблема надуманная вот просто то что я сейчас услышала об этом я вам и говорю дня уже вышли работники марьяна будет открывать ресторан они там подготавливают и нас бесплатно угостили чебуреками красиво правда чебуреки такие они небольшие как раз как для ресторана но очень вкусные такие вот маленькие с соусом так тут какая-то выносная торговля яйца домашние по 28 гривен я думаю недорого эти что сегодня особо удивило было достаточно много людей с донецка мы спрашиваем донецкая область они говорят нет это донецк здорово хорошо когда люди приезжают туда где лучше безопасней иду дворами смотрите как красиво вот так вот тюльпанчики среди одуванчиков тюльпанчики среди одуванчиков класс и этот скоро будет расцветать и вот там чуть дальше красиво вот такие вот нарциссы моей мамы во дворе раньше красиво вот и мамочку вспомнила а это ж поминальные дни к сожалению не получится папу маму проведать но ничего главное что тут помним все